Наша студия наполнилась харизмой, энергией музыкальной, энергией таланта, ну и собственно таким генетическим музыкальным тоном. У нас в гостях Юлия Котова, очень известная, популярная и талантливая певица, исполнительница города Ангарска. Доброе утро. Даже не города Ангарска, а за его пределами, я думаю, вас тоже знают. Игорь сказал про генетический, а вот правда ли, что голос генетический у вас передался, может быть, от кого-то? Или это упорный труд? Ну вообще это, конечно, большой труд на самом деле. Но я родилась с талантом. У меня талантливые бабушки, дедушки, когда еще в то время пели двуголосье за столом. То есть вот эти застольные песни. Поняли это очень рано. В детских садах, везде, в утренниках. Я самая главная солистка была. Ну, конечно же, отдали в музыкальную школу. Потом, после того, как я ее закончила, я принесла своим родителям свидетельство об окончании. И сказала, чтобы я когда-нибудь с музыкой еще раз. Связалась. Никогда, да. Но и через три года, как ни странно, я поехала и подала документы в музыкальное училище Иркутское. Сейчас оно колледж имени Шопена. Вот, на эстрадно-джазовое отделение. Оу. Серьезно. Это было случайно или осознанно? Или кто сподвиг подавать документы и учиться? На самом деле, когда я училась на юридическом колледже. Ну, тем более. Да. Мы тоже участвовали в разных студенческих мероприятиях, там, посвящения в студенты. Я пела много. Даже немножко играла в КВН. Тоже там с песнями. Ну, и все говорили, Юль, хорошо поешь. Ну, прям отмечали все. Мы решили найти мне педагога. Ну, и проконсультироваться. Первым моим педагогом была Оксана Ивановна Смирнова. Вот. Когда я позанималась с ней, где-то в течение полутора лет, она мне сказала, Юля, ну, какой ты юрист? Тебе надо обязательно ехать и поступать, и связывать свою музыку. Жизнь с музыкой. Вот. Вот так вот это было. Есть какие-то кумиры или кто-то, кто вдохновляет вас? Кто нравится? Ну, вообще, на самом деле, замечательных вокалистов очень много. Ну, для меня это Витни Хьюстон, королева просто. Селин Дион, Бейонсе мне очень нравится. Майкл Джексон, конечно же. Ну, и классика Элла Фиджеральд, Даяна Шур – это джазовые известные вокалисты. Конечно, вот это классика. Я их очень люблю. То есть у вас эстрадный джазовый вокал. И, собственно, вы и поете, или какая-то еще академическая сцена, академическое исполнение. Нет, академический вокал – это абсолютно другая направленность. Да, эстрадно-джазовый вокал – это вот мое. То отделение, которое я заканчивала. Не было желания бросить все здесь и куда-нибудь улететь? Куда? А я улетела. Вы улетали. Помимо того, что я закончила в Иркутске музыкальное училище, я тут же улетела в Москву, поступила в Академию славянской культуры на эстрадное отделение. Также вокал. Это был, я отучилась там 5 лет, я защищалась. То есть у меня диплом, все корочки есть. Ну, и там я некоторое время пожила 7 лет. Поснималась на НТВ в передаче из «Песни слов не выкинешь». Очень много пересекалась с разными артистами, известными. Иванушки Интернешнл, Филипп Киркороб, Илепс, Любовь Успенская и так далее. Там список большой. Вот со всеми мы пересекались на разных мероприятиях, потому что артисты они не только на больших сценах, но и на банкетных выступлениях. То есть вот там мы все пересекались. Скажите, пожалуйста, а что в обычной жизни вы слушаете? Что предпочитаете потреблять? Я, если честно, не успеваю. У меня очень много учеников, большая занятость. И это все происходит как-то в процессе уже выбирания музыки, какого-то материала для моих учеников. А вот не хватает так вот сесть, расслабиться и послушать. Времени не хватает, к сожалению. То есть вы преподаватель, да? Да, я преподаю. Где преподаете? Школа номер 39. Военно-патриотическое воспитание кадетов. Да, я там уже 6 лет. Ну и 2 года назад я открыла свою студию Академия Звука. Там я тоже преподаю. Скажите, пожалуйста, ваши ученики участвуют в каких-то профессиональных конкурсах? Конечно. У меня очень много лауреатов в первой степени. Мои девчонки получают гран-при. Моя дочь вот сейчас прошла отборочный тур в Иркутской области в проекте «Новые огни». Этот проект уникален тем, что они ездят по городам, по всем городам России и выбирают самых лучших. Потом у нас в Байкальске встречаются на финале и уже там выбирается победитель. Ну то есть мы с Лилией вот с моей дочерью поедем этим летом на финал. Мы понимаем, что вы творческий человек, на тысячу процентов посвящаете себя вокалу и в плане исполнения, и в плане обучения нового поколения. И, скажем так, передачи своего таланта и навыка вокалирования. Я правильно говорю? Нет? Ну почти. Почти. Правильно? В общем, навыков вокала. Вокалов, да, правильно. Навыков вокала. Какие планы у вас на будущее? То есть, может быть, проекты или, не знаю, вы соберете свой хор, поедете покорять Россию? А что красиво? Хор Котовый. Хор Котовый. Хороший идти. Ну, на самом деле, ученики, конечно, это важно, но очень хочу сделать свой сольный концерт в каком-нибудь ДК нашего города с участием моих учеников, с участием моей музыкальной группы, которая у меня есть. Она называется «До и после». То есть, живое исполнение, живая музыка, живой голос, чтобы это было все ярко, красочно и феерично. Очень хочу. Ну и, конечно же, выезжать тоже хочется с учениками. Это тоже в будущем, в планах. Ну, смотря какие проекты, конечно. Вот. А ученики от скольки до скольки лет? Ой, я беру маленьких прям совсем, с четырех лет беру. Чем раньше отдать ребенка заниматься вокалом, тем лучше и эффективнее будет в дальнейшем. Третий вопрос. После сорока. Есть ли вокальная жизнь после сорока? Да, есть. Ко мне приходят в любом возрасте. Говорят, вот не реализация мечты детской. То есть, просто отдыхают как-то вот, позанимаются и говорят, ну, здорово вообще и настроение на весь день. Это точно. То есть. Нам песня «Жить и строить» помогает. Да, да. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в гости. Желаем установить дату вашего сольного концерта. И вам сообщить. Нам сообщить. И самое главное, вам двигаться к ней. Возможно, даже в этом году. Это будет в этом году. Круто. Да. Надеюсь, будет все осенью. Желаем вам исполнения ваших планов, мечт, но вашим ученикам успехов, в общем-то, и гран-при. И новых планов. И новых планов. Глобальных, масштабных. Спасибо большое. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова